ребят всем привет долгожданный видос по лампам f3 они достаточно долго шли с алиэкспресса вот кто следит за деятельностью моего канала в инстаграме соответственно видели что я заказал данные лампы шли они какое-то время пришли основной момент этого видео пересветит ли данные лампы галоген по центру и соответственно могу я или не могу их рекомендовать для установки в обычные галогеновые линзы и так ребят вот что нам пришло вот такая коробка здесь собственно указаны технические характеристики самое интересное для меня это было что вот она на 45 ватт 932 то есть на грузовике тоже пойдет дикое количество люменов ну это уже не очень интересно так 6 половиной вот цветовая температура и типа больше чем тридцать тысяч часов работы ну ладно это дело такое циколи сами видите смотрите здесь h7 но все это справедливо для h8 h9 h11 hb4 hb3 и соответственно все эти результаты которые будут получены от этих ламп они соответственно справедливы и для этих цоколей давайте смотреть что внутри так тут у нас визитка не визитка просят короче 5 звезд по ссылке там где я заказывал на алиэкспрессе ссылка кстати будет в описании если интересно переходите так это у нас инструкция здесь много-много всего все как обычно как ставить эту лампу как ее там вращать но на самом деле там ничего сложного особо нет так что здесь у нас указано указано что цоколь поворотный да сейчас я покажу что он немножко вращается и за счет поворота можно немножко компенсировать особенности оптики так здесь у нас тоже 45 ватт туда-сюда 932 то есть все то же самое что и было продублировано на корпусе ладно с этим как говорится в сторону и вот интересно это сами лампы так секунду вот первое ребят впечатление лампа реально маленькая компактная по ходу дела она будет действительно вставать большинство фар без всяких резиновых уплотнений без всяких крышек вот это мне очень нравится драйвер конечно не такой маленький как у многих но принципе не такой большой ладно это дело такое так здесь у нас проворачивается цоколь он снимается и ставится он вот так вот хитро и проворачивается то есть мы можем маленько регулировать соответственно угол наклона светодиодов внутри линзы или внутри фар ладно давайте теперь эти лампы собственно ставить внутрь линз и наконец-то сравнивать смогут ли они пересветить обычную галогенку в линзе итак ребят первый тест я решил сделать с помощью регулоскопа то есть прибор для регулировки фар это будет первый такой предварительный тест наш прибор как раз оценивает именно центральную точку если по центральной точке мы увидим что светодиодные лампы светят не хуже соответственно я уже делают она тест по 11 точкам там будет более детальная картина но первый предварительный тест по регулоскопу как раз собственно нам все и покажет итак давайте смотреть итак ребят вот сюда я поставил обычную остромовскую галогенку не плюсовая ничего напомню это фара от спортика этот третий спортиш соответственно здесь стоит прибор прибор выставлен давайте смотреть так включаем включаем там у нас все загорелось выставляем 13 где-то едва принципе она здесь и было ладно вот 435 ампер живет лампочка потребляем мощности видите на экране то есть около 55 ватт и давайте смотреть так ну здесь все понятно фара светит обычным желтым светом самое интересное ребят вот здесь стг как вы видите вот она есть я сейчас не просто меняя яркость поэтому у вас ответственно тоже меняется ребят вот она точка замера соответственно справа вот эта дырка люксметра в общем-то она и будет у нас точкой замера и и давайте соответственно ребят добавил я яркости давайте теперь посмотрим на показания ну в общем-то около 32 повод центральной точки дает нам обыкновенный галоген сейчас здесь уже засветка но для того чтобы вот показать вам именно показания 32 смотрите так теперь ребята я сейчас вы выключу галоген поставлю светодиодную и мы уже будем смотреть дальше ребят благодаря своей конструкции лампа вставляется и проворачивается до состояния до такого состояния чтобы светодиоды были именно светили по краям это примерно соответствует вот вертикальному положению провода потому что если посмотреть то провод этого и и ось лампы она примерно совпадает поэтому моя задача поставить и вывернуть вот примерно вот так вот сейчас мы это все подключим и самый интересный момент включаем так тут вентилятор закрутился он кстати совсем не шумный у многих лампам гораздо более лежит чем на этой здесь достаточно видно что качественно ладно это дело такое давайте теперь ребят смотреть на потребляемый ток ну вот на холодную она 32 у нас жарит сейчас мы ей дадим немножко прогреться чтобы уже сделать показания не на замерить показания не на холодную а именно на горячую и так ребят прошло где-то 15-20 минут лампа прогрелась вот тот больше уже не падает то есть это потребляем мощность порядка 35 ватт вентилятор все так же работает лампа все так же светит давайте смотреть самый интересный момент это именно показания в центре светит она ребят белым таким светом ну 6500 кельнов он принципе есть 6500 кельнов стг как вы сами понимаете вот я сейчас уменьшаю яркость она не изменилась все собственно у нее хорошо прибор я тоже не трогал все плюс-минус стоит также да там есть небольшая погрешность но это сути дела не влияет на показания сейчас я подниму яркость немного и будем уже смотреть на показаниями на по центральной точке и так барабанная дробь на галогене там было что-то порядка 31 по 32 о да ребят 35 ну вот это уже интересно это уже интересно ребят предварительный результат меня порадовал действительно вот на скидку это уже гораздо больше и лучше чем во всех остальных лампах которые тестировал поэтому сейчас беру люксметр начинаю бегать по всем точкам соответственно делать все уже более детальные замеры и тогда выносим окончательный вердикт по данным лампам соответственно работают они или не работают по результатам измерений соответственно во всех абсолютно во всех точках данная лампа светодиодная наконец-то стало лучше светить по характеристикам по световому потоку чем обычная галогенка это как раз то вот чего я больше всего хотел от светодиодных ламп чтобы и в результате измерений в результате визуального так сказать визуальной оценки мы видели действительно улучшение освещенности здесь в центре даже в центре в самый такой неудобные для светодиодных ламп точки у нас получилось где-то 128 процентов от результата галогенки по краям соответственно у нас и того больше там 267 процентов 248 процентов то есть данная лампа будет светить ярче абсолютно в любой точке и особенно ярко по краям поэтому в целом лампы понравились для линз по моему это маст хэв ребята это уже фара дастера и здесь тоже есть стг да но все же я не рекомендовал бы ставить данные лампы почему потому что на мой взгляд они да стг есть но она все-таки не такая четкая соответственно подслепливать вы будете не стоит ставить именно вот такие яркие лампы в рефлекторную оптику по крайней мере вот это мое мнение да стг повторюсь есть но все же лучше поставить лампы где-нибудь 20 там 22 ватта максимум 30 35 либо там 40 50 ватт не ставьте рефлектор вам будет хорошо а встречным будет все-таки не комфортно есть хоть и стг есть в чем проблема потому что вот сейчас камера к сожалению она не настолько чувствительная как человеческий глаз и она не видит некоторых моментов сейчас я поднесу камеру к экрану и вы увидите вот эти вещи о которых я говорю вот ребят если присмотреться вот там там есть некоторые такие полоски двигаются видно что это все-таки от фары соответственно некая засветка она там в любом случае есть хоть мы видим дать четкую стг достаточно но там есть огрехи в эти огрехи будут слепить и опять же ребят здесь вращением лампы можно добиться более то есть что я делаю сейчас просто немножко вращаю лампу соответственно можно видеть результаты этого вращения так вот совсем ужас ужасный а код стг становится более четкой но повторюсь на мой взгляд это все же с такой мощностью это лампы для линз но не для обычных рефлекторных фар как в данном случае фара дастер в дальнем свете ребят если ее поставить вот сначала это выглядит как вот такое темное пятно по центру но благодаря вращению и тому что лампа может быть отрегулирована в принципе можем добиться сносного состояния пучка дальнего света даже с такой конструкции лампы то есть соответственно вот то что здесь есть вращение это действительно позволяет несколько улучшить характеристики лампы соответственно выбрать путем вращения максимально правильный пучок да здесь он виде такой центрального пятна и боковых таких ответвлений но в принципе для дальнего света это действительно пойдет это нормальное принципе светораспределение это не некоторые вот такие формации которые я периодически наблюдал так что вполне вполне для дальнего света данную лампу можно использовать и также показываю вам собственно графики это графики с моего предыдущего исследования по сатриодным лампам по данным точкам мы видим что график настолько выше вот соответственно чем все что я тестировал до этого соответственно мы спокойно могу сделать вывод что данные лампы для линз маст хэв собственно по этим лампам пока все лазерные лампы ребята многие спрашивают где они что с ними они пришли вчера забрал на почте вот собственно еще не вскрывал вскрою соответственно покажу соответственно что пришло и по ним будем делать тест а потом розыгрыш все как обещал огромное спасибо ребят тем кто вот откликнулся на мой призыв по поводу сбора на лазерные лампы огромное спасибо всем тем кто просто перечислил так сказать по сильную помощь в сборе на лазерные лампы и отдельное мое спасибо тем кто нажали кнопку спонсировать на канале потому что все вы соответственно тоже приблизили выход соответственно этого теста по лазерным лампам ну собственно и этого наверно тоже потому что все эти лампы я заказываю с алиэкспресса за свой счет в данном случае и именно вот эта схема дает мне возможность сделать тесты абсолютно независимыми и показывать реальные результаты повторюсь огромное вам всем спасибо все ребят со следующим видео я еще не определился то ли это будет все таки по овехе то ли это по лазерным лампам еще не знаю почему лучше снять может быть напишите соответственно что интересно какое видео снять такое собственно следующее будет все ребят прощаюсь по поводу ламп повторюсь must have до новых видео пока 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 Субтитры создавал DimaTorzok